МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакторы Конституции Януковича и Лавриновича подозревают в госперевороте. В чем именно обвиняют? Не проспите снег. Гройсман поручил завершить подготовку к отопительному сезону. Какие ЦУ раздал на места? Жуткая авария, которая повергла в шок и журналистов, и политологов. На трассе Киев-Ягодин в Ревненской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли 5 человек, четверо на месте, один в больнице. Все они известные люди. Подробнее Инна Белецкая. Авария с леденящими кровь подробностями. Трасса с хорошим покрытием, но мокрая после дождя легковушка с водителями четырьмя пассажирами вылетает на встречную полосу и на полном ходу сталкивается с лесовозом. Грузовик слетает кювет. Его водитель жив, утверждает, пытался избежать столкновения. В машине было четверо политологов и журналистов возвращались из Варшавы, где проходила конференция, посвященная гибридной войне. Мы спілкувалися с следствием, что через все там, по-перше, плохая дорога была, есть следы от вантажировок, и он, возможно, обходил эти следы от вантажировок. Слезка дорога и машина выскочила на встречную смогу. Видно, что через все это трагичная случайность, потому что, по-перше, ехали уже в том ленинг из Польши, по-друге, дорога была достаточно слезка. За рулем находился журналист Пильна ТВ Владимир Карагиаур. На его странице в Фейсбуке коллеги назвали этот день «черной средой». Вместе с Владимиром из Варшавы возвращались известные в Украине политологи Александр Маслак, Алексей Куриной, Александр Неконоров, а также бывший замглавы Донецкой военно-гражданской администрации, руководитель антикризисного медиа-центра в Краматорске Сергей Попов. Советник министра информационной политики Алина Фролова вспоминает, что это был хрупкий с виду украиноязычный мальчик, боролся за Донецк. Мальчик оказался сильным мужчиной, с огромным желанием сделать так, чтобы Украина состоялась. Друзья и коллеги организовали сбор помощи родным. Сегодня вечером в Киеве состоится вечер памяти погибших. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривненская область. Экс-президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате государственной власти. Об этом написал генпрокурор Юрий Луцанко на своей странице в Фейсбуке. По его словам, обоих фигурантов обвиняют в том, что они вернули в действие Конституцию 1996 года без разрешения Верховной Рады. И это привело к усилению власти президента и ослаблению правительства и парламента. Тем временем, Абалонский рассуд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела о госизмене Януковича до 21 сентября. Новый государственный адвокат беглого президента Максим Герасько попросил больше времени на ознакомление с делом. Прокуроры убеждены, защита пытается затянуть процесс. Это очень маленький час. Это нереально, знакомиться с таким материалом справа. Достаточно серьезно подойти до знакомства. Я считаю, что строк должен быть не меньше, чем 3 месяца. И я буду на этом наголошивать и в следующем судовом заседании. По вопросам никаким образом не оборудованы, что до часа. Во-первых, он сам подтвердил, что ему нужны все материалы. Мы против надания ему соответствующего часа не заперечиваем, но просим надать достатный час в межах 10 дней. Что касается Лавриновича, то, как сообщил генпрокурор, бывший глава Минюста вместе с экс-президентом Януковичем незаконно расширили полномочия главы государства в 2010 году. В ГПУ это квалифицировали как конституционный переворот. Адвокат Лавриновича все подозрения генпрокуратуры отрицает. На своей странице в Фейсбуке он заявил, что его подзащитному подозрения никто не вручал и на допрос не вызывали. Новый год новые цены. С 2018-го Киевводоканал планирует поднять тарифы на холодную воду и водоотвод. Все вместе подорожает почти на гривню. Куб холодной воды будет стоить чуть больше 9 гривен и почти 9 водоотвод. Такое повышение коммунальщики объясняют необходимостью ремонта городских сетей. Дескать, сейчас в Киеве уже изношено более 4000 километров труб. Тем временем в правительстве уверяют, в новом отопительном сезоне обеспечат субсидиями всех нуждающихся. А пока отчитывались о готовности к зиме. Чем уже успели запастись и кто еще подстающих знает Анна Каменева. Готовься они летом. В правительстве отчитываются, времени зря не теряли. К зиме почти готовы на 95%. Некоторые области отстают. На этот отопительный сезон регионам выделили 9 миллиардов гривен. Стан подготовки особо по детям садкам и по школам, которые уже сегодня учатся, нам нужно его прискорить. Мы видим там Тернопольское, Черкаськое, Киев, Черновецкое, Львовское область. Нужно все-таки прискорить процесс. Кошти на местах мы все передали. У регионов, чтобы подтянуть хвосты полторы недели стопроцентной готовности, премьер требует уже к 15 сентября. В свою очередь в Кабмине рассказывают об энергетических закромах. Утверждают, на складах почти 2 миллиона тонн угля. И на подходе еще 85 тысяч тонн американского отрицита. С 8 по 12 у нас такой пик поставки энергетического угиля марки А. Тобто приходят принайменно три корабля в порт Певденный. Практично вся логистика уже отработана и готова для принятия тех опций, которые будут заходить. Впрочем, в профильном министерстве признают, проблемы есть. Мы чувствуем нестачу газовой группы угиля, которая вырубляется на территории Украины. Реализация пландей по угольных шахтам даст возможность полностью обеспечить газовой группой угиля, как в этот сезон, не закупывая его по импорту, так и в сезон 2018-2019 года. А вот газ в хранилище уже закачали. Почти 14 миллиардов кубов часть запасов собственной добычи. И ее намерены увеличивать. Цель этого года мы крокуем до увеличения собственного выдачи на 600 миллионов, 600, 650, 700. Цель этого года выйти на выдачу 15,2 миллиарда. Но есть проволочка, утверждает Украинский газодобыча, сетуют на геослужбу. Дескать, там по непонятным причинам им не продлевают лицензию на добычу газа и месяцами не дают разрешения на использование новых месторождений. Премьер поручил провести полный анализ ситуации. Мы сформуем сегодня доручение уряда и по Держгеослужбе, и по плате за продолжение лицензии, и по открытию геологической информации. Мы это все должны, давайте, протягом месяца опрацовать и создать нормальные условия, чтобы Украина стала страной, которая не импортует газ, а экспортует газ. За три года планируют и вовсе отказаться от импорта, а добывать собирается ежегодно до 27 миллиардов кубов газа. Тогда, обещают, премьер такой важный и пока что дорогой для страны ресурс станет дешевле, а значит и тарифы упадут. Анна Каменева, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. А возле Кабмина митинговали. Владельцы машин с европейскими номерами парализовали движение в правительственном портале и в результате весь центр столицы. Чего добились участники акции и почему киевским водителям пришлось стоять, в пробках выясняла Юлия Жешко. Именно так началось сегодняшнее утро в центре столицы. Из-за акций протеста перекрыт весь правительственный квартал. Автомобили с литовскими, польскими и эстонскими номерами стоят от Европейской площади до здания парламента. Все потому, что их владельцы требуют изменить правила растаможки иностранных авто. Мы хотим, чтобы для украинцев были такие же цены на размытление, как и везде по Европе. Если мы уже туда движемся, давайте уже двигаться в этом направлении правильно. Между тем, таможенки утверждают, покупатели иностранного транспорта оплачивают только 10% пошлины и 20 НДС от стоимости авто. При этом госбюджет теряет значительные суммы. В таможенной службе утверждают, с начала года в Украине находится более 700 тысяч авто, ввезенных временно или в режиме транзита. Но сами участники акции говорят, их гораздо больше. Их около 3 миллионов уже в Украине. Это всего лишь мало сегодня вышло. Но таможенники парируют. Неучтенные находятся тут нелегально. За два года было составлено более 25 тысяч актов о нарушениях таможенного кодекса. И выписано штрафов более чем на 200 миллионов гривен. Не говоря уже о количестве ДТП, устроенных по вине евробляхеров. Прокомментировали ситуацию и в фискальной службе. К тому же ГФС сообщили, на этой неделе при поддержке правительства была создана рабочая группа. В ее составе были и фискалы, и собственники автомобилей. Речь шла о таком выходе из ситуации, как понижение ставки акцизов. Подключилась к обсуждениям и глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. По ее словам, на уступки митингующим идти не стоит. И условной амнистии для них не будет. Чтобы не ущемлять права людей, которые исправно платят налоги. Юлия Жешко, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Против нового украинского закона об образовании протестуют в Венгрии. Официальный Будапешт считает, документ лишает представителей национальных меньшинств возможности обучаться на родном языке. Закон принят вопреки Конституции и нарушает права венгров, которых в Украине около 150 тысяч. Говорится в заявлении венгерского правительства. Украину призывают пересмотреть и откорректировать документ. Напомню ранее, закорпатские венгры просили президента Украины его не подписывать. О пенсионных новациях сегодня говорил нардеп Сергей Каплин. По его мнению, люди, которые из-за военных действий на Востоке лишились дома и работы, не должны терять страховой стаж. Об этом он заявил во время заседания комитета соцполитики. И добавил, стаж вынужденным переселенцам необходимо насчитывать с момента получения статуса беженца. При этом, по словам нардепа, минимальная пенсия в Украине должна быть от 10 тысяч гривен. Возвращение времени с момента, когда человек набил статус переселенной особи, тем временем переселенной особи, фактически беженца в страховый стаж. В стаж, который будет рассчитывать при призначении пенсии и призначении пенсии этой человеке. Эти миллионы наших, с вами, співгромадян из Донбасса, втекли фактически от войны. Тут належат сами себе. Тут нет работы, нет прихистки, нет житла. Мы должны про них обовязково протребоваться. Скандал с переселенцами в одной из престижных школ Ужгорода. У родителей школьницы требовали 3 тысячи гривен на ремонт класса, покупку парты и концтоваров. Семья денег не дала и поплатилась. Что произошло, расскажет Марина Коваль. Учебно-воспитательный комплекс «Престиж» в Ужгороде считают одним из лучших. В 2014 году семья переселенцев из Донецка устроила свою дочь сюда в детсад. Затем девочка перешла в начальную школу. Проблемы начались, когда семья отказалась заплатить взнос. 2900 гривен, как потребовал родительский комитет. Тетрадки, канцелярию, естественно, мы бы приобрели. Но то, что там ремонт, парты, мебель, коммунальные услуги, это обеспечивает государство. Глава родительского комитета начала по телефону требовать деньги. У вас не будет ни парти, ни шкафчика. То есть у вас не будет за чем сидеть навіть. Потому что мы за свои грошечки не можем когда-то скукувать. Вариста в 19-ю школу, там тебе ничего не нужно будет сдавать и приймут себе малую туда. А вот такой была реакция родителей, когда отец девочки пытался заснять собрание на видео. Я сказал камеру убрать. Руки убери. Убрать. Мы пришли сюда 1500 километров. Наши хлопцы там гинут. А я тут и школы, и садики собрал у своего кармана. Здесь все граждане Украины, которые наполняют государственный бюджет Украины. После инцидента родители решили в школу дочь не приводить. Учителя говорят, ждут Юлю. Вот показывают ее парта и стул. Он, правда, отличается от других, поскольку родители не сдали деньги, его не обтянули мягкой тканью. Батьковские комитеты, согласно своего положения, они могут и имеют право самостоятельно собираться. То, что они требовали, до моего виду не доносили. В городском управлении и областном департаменте образования пока в ситуации разбираются. То, что там есть в видео, ну, хай его квалификуют как вымогу или не вымогу правоохоронные органы. Будь-який внеск и будь-якая участь батьков в жизни класса или в жизни школы добровольной. И никто ни до кого ничего не может не иметь права. По словам директора школы, глава родительского комитета с журналистами встречаться отказалась. Семья Барушка после произошедшего переехала. Там оставаться довольно опасно, потому что были, ну, не знаю, как это назвать, угрозы, не угрозы. Мы в Киеве, вот, строились в школу ближайшую, приняли. Семья написала заявление в полицию. Пока идет проверка, уголовное производство еще не открывали. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Обменять украинских пленных на криминалитеты и людей, не имеющих отношения к событиям на Донбассе, требуют лидеры боевиков. Об этом написала в фейсбуке представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Герасченко. По ее словам, боевики подтвердили, что удерживают 87 человек. Но украинской стороне известно как минимум о 114 заложниках. Как говорит Герасченко, официальный Киев готов пойти на компромисс и освободить 309 боевиков. В обмен на всех наших пленных. Перемирие на Донбассе по-прежнему не работает. Сегодня боевики уже 13 раз открывали огонь по украинским позициям. Под обстрелами Широкина, Шахта Бутовка и Крымская. Горячо и в районе Горловки, где сейчас пытаются починить водопровод. Продолжит Геннадий Вивданко. Горловка сейчас самый неспокойный участок на донецком направлении. Горячая точка, район поселка Зайцево. Были и минометные обстрелы, около 40 прилетов БМП-1. Но вот уже два дня практически тихо. После похолодания оккупанты прекратили поджигать степь. Противник очевидно изменил свою тактику действий. После массовых обстрелов зажигательными снарядами перешел на практику обстрелов из стрелковых вооружений. При этом, между тем, в 6 километрах от эпицентра событий в Зайцево, под Горловкой, здесь в Торецке, проводят ремонтные работы. Ремонтники заканчивают завтрак перед отправлением в серую зону. Обеда не будет. Российская сторона дала три дня на ремонт водопровода Горловка-Торецк. Сегодня третий. Времени осталось совсем мало. Вода, грязь, невыносимые условия. Времени не хватает. Практически работают постоянно в воде. Вы успеете за сегодня все сделать? Никогда не загадываем. К зиме нужно восстановить полноценное водоснабжение Торецкое. Иначе возможны новые катастрофические перебои, такие как прошлым летом. Ну что, мы познали. МЧС 8 человек, ремонтников 15. Группа едет в район поселка Пивденное. По минским договоренностям это украинская территория. Однако наши солдаты ее не занимают. Невыгодная местность для обороны. В Пивденное возвращаются местные жители. После посещения магазинов и учреждений Торецка. С сумками и газетами. Оценивают двухдневную работу ремонтников. С украинских позиций бойцы прикрывают работу ремонтников. На случай, если враг нарушит условия договоренностей и откроет огонь. Тут есть у нас позиции для прикрытия. Вот целый ряд позиций. Есть позиции там наверху, на высоте. Мы сможем осуществить эффективный отход. Днем становится понятно, что третьего согласованного с россиянами дня не хватит, чтобы отремонтировать водопровод. Украинская сторона собирается потребовать еще два. На восстановление полноценного водоснабжения. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Бедала. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Россия согласна на введение миротворческого контингента на Донбассе. Но выдвигает новые условия. Вчера Москва заявляла, что миссия должна контролировать линию разграничения, а не украинско-российскую границу. Сегодня член трехсторонней контактной группы Борис Грызлов заявил, вводить контингент следует после того, как Киев предоставит территориям особый статус, сообщает Интерфакс. В украинской части трехсторонней группы по результату заседания распространили заявление, Киев последовательно отстаивает идею введения миротворцев на всю территорию Ордло, включая украинско-российскую границу. Напомню, вчера российский президент поддержал идею ввести голубые каски на Донбасс. Москва даже подала свой проект на рассмотрение Совбеза ООН. Наш МИД вчерашнее заявление России назвал попыткой придать происходящему на Донбассе статус внутриукраинского конфликта. Президент Украины саму идею ввести миротворцев выражал гораздо раньше и говорил о намерении поднять этот вопрос во время своего визита в США на заседании Совбеза ООН 20 сентября. Предложение о голубых касках на Донбассе сегодня прокомментировала Германия. Спикер немецкого правительства Ольрике Демр заявила, разместить миротворцев необходимо по всей территории Донбасса, а не только на линии разграничения, и не согласовывать это с представителями так называемых ДНР и ЛНР. В оппозиционном блоке поддерживают идею миротворческой миссии и подчеркивают, что выступали за введение голубых касок сразу после подписания минских договоренностей. В мире 30 таких миссий, и везде, где не входили голубые каски, везде прекращалась стрельба и останавливалась война. Мы хотим остановить войну. Вся страна этого хочет, кроме партии войны, которая тут же начала критиковать из парламента эти инициативы. Для этого голубые каски на линии разграничения – это вариант, который позволит обеспечить этот режим. Дальше политический процесс, который связан с законом об основном статусе этих территорий на определенный период для восстановления инфраструктуры – это воссоединение и интеграция этих территорий с Украиной, возврат людей. Это была наша инициатива для того, чтобы сделать разъединение вооруженных сил и обеспечить режим тишины, не допустить стрельбы и убийств, то на линии разграничения должны стоять голубые каски. Мы очень позитивно это оценим, считаем, что это откроет дорогу к политическому регулированию процесса, а самое главное – это прекратятся убийства и перестанут гибнуть люди. В Брюссаре согласовали праведление санкций против России. Решение приняли послы стран ЕС. Через неделю его должен окончательно утвердить Совет министров юстиции Евросоюза. О каких именно ограничениях идет речь, расскажет Елена Абрамович. Полторы сотни человек из 40 компаний. Им заморозили активы и запретили ездить в ЕС еще в марте 2014-го. На полгода. После этого Брюссель постоянно продлевает санкции. Иногда корректирует. Например, в этот раз к перечню добавили компанию «Крымские морские порты», которую создали после аннексии полуострова. Несколько фамилий исключили, а вот нового российского посла в США оставили. Анатолий Антонов останется в списке. Как вы знаете, на прошлой неделе он стал послом России в США. А еще добавили компанию «Крымские морские порты» и, соответственно, исключили три других порта в Крыму, которые находятся в подчинении этой компании. Пока Брюссель продлевает ограничения, некоторые западные политики поднимают вопрос об их отмене. Ведь действуют не только персональные санкции против конкретных лиц, но и секторальные, которые негативно влияют на экономику России. О том, что их следует пересмотреть накануне, во время одного из форумов, заявил глава МИДа Германии. Имплементация Минского мирного договора для Украины займет еще много времени. Давайте, по крайней мере, достигнем прекращения огня и отведем тяжелое вооружение. И тогда в качестве вознаграждения снимем санкции. Впрочем, такие реплики звучат не впервые. Однако на саммитах лидеры Евросоюза каждый раз заверяют. Санкции упразднят только после полного выполнения минских соглашений. Придерживается такого мнения и немецкий канцлер Ангела Меркель. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер. ЕС грозит оштрафовать Венгрию, Польшу и Чехию за отказ принимать беженцев, если страны не изменят свою политику. А сегодня суд ЕС отклонил иски Словакии и Венгрии об отмене квот на мигрантов и постановил, что Евросоюз имеет право распределять беженцев по странам. Тем временем в США борьба президента с мигрантами уже привела к противостоянию на улицах. Страну захлестнули акции протеста. А все потому, что Трамп разрешил депортировать детей нелегалов. Дмитрий Анопченко расскажет о ситуации. Сан-Диего и Сакраменто, Нэшвили, Чикаго, Вашингтон и Нью-Йорк. Протесты на улицах крупных городов начались сразу же, как только по телевидению сообщили. Дональд Трамп отменил программу, которая давала право жить и работать в Соединенных Штатах детям нелегальных мигрантов, попавшим в страну до 16 лет. При Обаме им каждые два года без особых проблем выдавали документы в отсрочке. Теперь же многие не представляют, куда им ехать. После того, как посмотрела новости, мое сердце разбито. Чувства, словно все мои мечты растоптали. Всю мою тяжелую работу тут на протяжении последних лет. Протесты единственное, что они могут предпринять. Иммиграционная реформа Трампа застряла в судах, но тут он в своем праве. То, что один президент придумал, другой вполне может аннулировать. Мы просто не можем принять всех, кто хочет приехать в страну. Вот и все пояснил на специально созванной пресс-конференции генеральный прокурор Соединенных Штатов. По его словам, Обама в свое время обошел правила, а Дональд Трамп сейчас лишь действует строго в соответствии с буквой закона. Но, несмотря на все пояснения, критика этого шага огромная. Демократы назвали произошедшее уроком трусости, дескать, слишком жесткое решение. Барак Обама прервал долгое молчание. Написал в Фейсбуке, преследовать этих детей ошибка. Они не знают другой страны, кроме Америки. И даже однопартийцы, в том числе и Джон Маккейн, засомневались, стоило ли действовать так радикально. Давление настолько сильное, что президент попытался утихомирить страсти. Я с огромной симпатией отношусь к ребятам, о которых мы говорим. Отношусь к ним с большой любовью. Но люди говорят о них как о детях, а они уже молодые люди, они взрослые. Надеюсь, Конгресс им сможет помочь. Но пока Трамп пытается переложить проблему на законодателей, восстали мегаполисы. Власти Чикаго уже заявили, президентский указ им не указ. Они будут защищать детей нелегалов. В подобном ключе высказался и мэр Нью-Йорка. По его словам, город не будет выдавать нелегалов. Ну а еще он обратился к президенту, сказал, мол, не стоит связываться с жителями города. А это значит, громкая инициатива Трампа опять может забуксовать. И теперь уже, если не из-за судебной волокиты, то из-за саботажа его противников. И протестов, которые сейчас только разгораются. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Фонд госимущества временно возглавит Виталий Трубаров. Решение о его назначении сегодня на заседании принял Кабмин. Ранее Трубаров был руководителем аппарата фонда, а также возглавлял региональное отделение в Донецкой области. Последние три года был помощником главы фонда. Увеличить залог до 5 миллионов гривен просят прокуроры для фигуранта янтарного дела Народного депутата от Народного фронта Максима Полякова. Такое ходатайство внесла сторона обвинения. В САП подтвердили, парламентарий все же надел электронный браслет, но сделал это с нарушением срока. К тому же Поляков до сих пор не сдал дипломатические и заграничные паспорта. Поэтому прокуратура просит зачислить в госбюджет ранее внесенный Народетом залог и назначить новый. Это подробности и далее в нашей программе. Снова путешествует. Львовский мусор опять колесит по стране, где выгрузили. Томатная атака. В Ангелу Меркель полетели помидоры во время ее предвыборного митинга. Как отреагировала канцлер? После недолгого перерыва львовский мусор опять поехал по стране. Сегодня отходы обнаружили сразу в двух областях. В Житомирской грузовик задержали на полигоне в Новоград-Волынском. Он сбросил несколько десятков тонн отходов. При этом местные власти никаких официальных договоренностей с чиновниками Львова не заключали. В Тернопольской области разгрузились сразу две фуры. 40 тонн сбросили прямо посреди поля. Это уже 17-е случаи, когда львовский мусор находят в Тернопольской области. Кладбище БМВ. В Николаеве полиция прекратила работу подпольной СТО. Там обслуживали машины только одной марки. В России предприниматель арендовал несколько помещений и нанял рабочих. В одном ангаре стояли машины на ходу для продажи, а в другом неисправные для ремонта. Рядом целый склад битых и сгоревших авто. Их пускали на запчасти. Там же были машины с иностранной регистрацией, в розыске и вообще не зарегистрированные. Во время обысков дома у бизнесмена нашли оружие и наркотики. По предварительным данным на СТО обслуживалось около 70% всех автомобилей марки БМВ в Николаеве. В деле бывшего замглавы Николаевского губернатора Николая Романчука очередная пауза. В июне прошлого года, напомню, он попался на крупные взятки. Судебное разбирательство длится уже без малого год, но без особых подвижек. Почему буксует дело, узнавал Кирилл Ющишин. Громкое задержание на взятки в 90 тысяч долларов. Туннели между домами, напичканные антиквариатом, оружием и валютой. Так, более года назад на всю страну прославился тогдашний первый замгубернатора Николай Романчук. И вот, наконец, суд приступил к допросу свидетелей. На заседание ожидали 12 человек. Среди них депутаты облсовета, чиновники и потерпевший бизнесмен, у которого Романчук, по данным следствия, требовал взятку за выдачу разрешения на разработку карьера. Явились только двое. Депутат Федор Барна и Петр Ковальчук. Их вызвала сторона обвинения. Вот только показания не сыграли в пользу прокуратуры. Оба заявили, связи между Романчуком и выдачей разрешений не было. Я на экологической комиссии был присутствием. Я там Романчука, например, не бачил. Я там бачил радника головы Левченка, которого сейчас не бачил. На запитание, где документы после этого вопроса сказали, что все в аппарате облсовета района. У нас было принято решение, значит, при умове представления документов на президиум при таком разе, даём згоду винести вопрос на сессию. Как все было на самом деле, пока не ясно. Остальные свидетели сегодняшнее заседание проигнорировали. Суд обязал прокуратуру обеспечить явку в следующий раз, но дату не назначили. Адвокаты Романчука обратились к суду с просьбой отложить рассмотрение до октября. Мол, идут в отпуск. Впрочем, длинные паузы в заседаниях по самому скандальному делу о коррупции в Николаевской области уже никого не удивляют. В то же время подельник Романчука, замглавы Еланицкого района, уже осужден. Дали пять лет тюрьмы с конфискацией. Романчук же внёс залог и находится дома. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаев. В коррупционном деле против израильского премьера новые подробности. Следователи даже летали в Лондон за показаниями. И всё это на фоне арестов бывших высокопоставленных военных и чиновников в Израиле. С подробностями Сергей Оуслендер. В делах против нынешнего израильского премьера уже не мудрено запутаться. Это не считая расследований, в которых фигурирует его супруга. Вот новые подробности по делу Тысячи. О дорогих подарках, которые он якобы получал от своих друзей-бизнесменов. Элитный алкоголь, дорогие сигары и тому подобное. Группа следователей даже допросила в Лондоне Арнона Мильчина. Одного из тех, кто и делал эти самые подарки. Сам Мильчин известный голливудский продюсер. Про него говорили, что он даже работал на МОСАД. Подробности допроса неизвестны, но СМИ сразу написали, что подозрения в отношении премьера укрепились. Сам он все обвинения категорически отрицает и повторяет свою излюбленную фразу. Ничего не будет, потому что ничего не было. Газеты и левые, которым они служат, всё время пытаются хоть что-то найти, придумать повод для своих бесконечных скандалов, хоть за что-то зацепиться. Не сигары, так подлодки. Не подлодки, так разговоры по телефону. Если не дело тысячи, так дело две тысячи, или три тысячи, или пять тысяч. Они всё время требуют. Найдите хоть что-нибудь. Относительно дела о дорогих подарках, Нетаньягу в каком-то смысле прав. Он действительно давно дружит с Мильчином. Дружба их началась ещё до того, как он стал премьером. А следователи не нашли никаких доказательств, что в обмен на подарки он содействовал его бизнес-интересам. Но вот дело две тысячи о подводных лодках обещает стать очень громким. Вкратце, субмарины для израильского флота закупались в Германии в нарушении закона, а участники сделки получили крупные взятки. Арестованы бывшие начальник генерального штаба, командующий военно-морскими силами, командир военно-морского спецназа и глава канцелярии премьер-министра. Все подробности по этому делу строго засекречены. Известно только, что главного свидетеля, государственного свидетеля, охраняют как премьер-министра, против которого он, собственно, и должен давать показания. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Томатная атака на Ангелу Меркель. Во время предвыборного митинга в канцлера Германии полетели помидоры. Чем закончилась эта история, знает Татьяна Лугунова. Это был рядовой предвыборный митинг христианских демократов с участием Ангелы Меркель в городе Хайдельберг. Крупные телеканалы его проигнорировали, но видео томатной атаки все равно попало в интернет. Ее на мобильные телефоны засняли присутствующие на мероприятии гости. На кадрах хорошо видно и трибуну, и Ангелу Меркель, которая вдруг как будто начинает отряхивать жакет. Что-то оттирает с блузки и стоящая рядом с канцлером ведущая. Как выяснилось позже, из толпы в Меркель швырнули помидоры. Один томат зацепил канцлера, второй попал в ведущую. Последней, кстати, досталось куда больше. Ангела Меркель пришла на мероприятие в красном жакете. И следы томатной атаки были особо и незаметны. А вот ведущая выбрала, как оказалось, неудачный белый верх. Кто бросил злосчастные помидоры, неизвестно. Полиции не удалось установить виновных. Но подозревают сторонников партии «Альтернатива для Германии». Они регулярно приходят на митинги Ангелы Меркель, свистят, улюлюкают и пытаются всячески сорвать выступление канцлера. Ангела Меркель реагирует спокойно и не обращает на это особого внимания. Так было и вчера, несмотря на томатную атаку. Канцлер, как ни в чем не бывало, провела предвыборный митинг. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Разрушительный шторм «Ирма» нанес первый удар. Стихия бушует на острове Барбуда в архипелаге Малых Антильских островов. Скорость ветра приближается к рекордной отметке 300 км в час. Шторму присвоили самую высокую пятую категорию. Сейчас стихия движется в сторону Пуэрто-Рико, а далее на Доминиканскую республику и Гаити. В выходные «Ирма» приблизится к американской Флориде. Для США этот ураган станет вторым испытанием за последний месяц. В Техасе до сих пор не могут справиться с последствиями урагана Харви. Сколько килограммов денег спрятал бразильский чиновник? Какое послание НАСА отправила инопланетянам? И почему французским моделям пора немедленно бросать диеты? Об этом не только в нашем обзоре. Тонны денег, купюры в коробках и чемоданах обнаружили в квартире соратника президента Бразилии Виэйры Лимы. В отношении него открыли дело об отмывании денег. На вскидку в тайнике Лимы больше 20 миллионов реалов. Это около 7 миллионов долларов. Деньги все еще продолжают считать, но это уже самая крупная сумма наличных, конфискованная за всю историю Бразилии. 53 метра над землей 14 человек на обзорной башне в Англии подняли вверх и не смогли спустить на землю. Захватывающим видом туристам пришлось любоваться намного дольше запланированного, больше 7 часов. Инженеры не вызывали спасателей, надеялись сами разобраться с механизмом. Пожарные приехали с самой длинной лестницей, но этого оказалось недостаточно. Людей пришлось доставать через потолок с помощью вертолета. Срочно поправляться. Слишком худые модели остались без работы в столице моды. Десятки французских брендов, среди которых Живанши, Кристиан Диори, Гуччи, отказываются от сотрудничества с моделями с чересчур низким весом. Так дома высокой моды борются с пропагандой анорексии и соблюдают новый закон, согласно которому каждая модель при приеме на работу должна показать справку от врача. «Послание инопланетянам в космос отправили текст «Мы предлагаем дружбу среди звезд. Вы не одиноки». Эти слова с помощью радиоантенны передали на зонт Вояжер-1. Так отпраздновали 40-летие со дня его запуска. Аппарат сейчас за пределами Солнечной системы. На его борту золотая пластинка для жителей других планет, где указан путь к Земле, а также записана музыка и видео. Частичка Парижа в сердце Объединенных Арабских Эмиратов. Первый в мире филиал Лувра откроют в Абу-Даби. Правда, с опозданием на 5 лет. Этот амбициозный проект сотрудничества Запада и Востока не раз сталкивался с финансовыми и организационными трудностями. Но дата открытия уже назначена 11 ноября. Половину из 700 экспонатов одолжили французские музеи. Лувр поделился картинами Леонардо да Винчи и Винсента Ван Гога. За самыми необычными вафлями в Японию. Там сумеют удивить невероятными сочетаниями. Предложат вафли со вкусом лекарства от кашля, алкогольного напитка саке и даже японского хрена васаби. Предлагают около 300 видов этих хрустящих сладостей. Особой популярностью они пользуются у туристов. Такими были новости этого дня. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин